Стартовый состав команды СКА! А теперь неожиданный вопрос. Чем хоккеисты СКА пахнут? И вот еще более неожиданный ответ. В этом месяце команда выходит на лед, благоухая ароматом скандинавская весна. Как ароматизировать хоккеистов решает вот этот человек. Если не использовать что-нибудь антистатическое, вот так только он пьет. Потому что три вещи достанешь, а потом от тебя искры идут. Александр Иванов уже давно занимается тем, что возвращает хоккейную форму в форму. В специальной хоккейной прачечной. Скирка формы – дело очень ответственное. Хоккейные свитера сядут, если напутать с температурой. Нагрудник в сушильном шкафу может расплавиться. Так что неподготовленный человек с этим делом ни за что не справится. Я вам люблю работу, ребята. Привет. Пока команда играет дома, такие корзины сюда привозят каждый день по несколько штук. Кстати, порядок строгий. И как в пионерском лагере, помните, все вещи подписаны. В специальной сетке вещи. Очень удобно номер. Ничего не потеряется, все закрыто. Или вот так вот. На ремешке тоже номер или инициалы. Как развесить свитера на просушку? Это отдельная наука. Если они сильно вплотную будут друг к дружке, они будут очень плохо сохнуть. Вот так она будет очень долго сохнуть. Формой хоккеистов занимается целая команда. Еще один техник клуба СКА. Тот самый, который помогал Евгении Тихоновой. Константин Рогатин. Вообще, в раздевалке форма сушится тоже индивидуально. Так же, как и готовятся коньки. Некоторые любят в сушильной комнате сушить коньки. У некоторых на местах. Они любят, чтобы они не очень сухие были. Какое-то такое среднее состояние. Между прочим, у каждого хоккеиста свои предпочтения. Некоторые, например, любят играть в немного недосушенных ботинках. А самые сухие ботинки у Максима Чудинова. В сушилке он даже кладет их не на специальную стойку, а поближе к тепловой пушке. А это у нас специальная сушилка. Очень удобная. Здесь дует теплый воздух. Можно перчатки, можно коньки. Это все подсушивается по желанию. Это салок. Ловушка салок. И блин. А это и ваника. И коньки ваники. И кто бы мог подумать, что в 21 веке для оперативной сушки амуниции не придумано ничего лучше старого доброго ноу-хау советского хоккея. Вот. Как правило, это вот так делается. Вставляется в одну сторону. И в другую. И одновременно подсушивается и ловушка, и блин. За 10 минут все высушивается.